Девушки отдыхают Мультфильм «Рая и последний дракон» в студии Дисней. Готовы к знакомству поближе? Тогда добро пожаловать! Чемпионы, движение вверх, лед. Теперь к этим фильмам о спортивных достижениях соотечественников можно добавить белый снег. Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Руководство страны ждет от нас только побед, и мы, конечно же, не подведем. История ныне главы Ассоциации лыжных видов спорта России, президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера сборной Елены Вяльбе уже сегодня в кино. Вспоминаю интригу вокруг усов Генри Кавилла. Сбреет он их для возвращения к роли Супермена или нет? Вот сколько мемов породила тогда всемирная паутина. Теперь у меня, кстати, новый усатый фаворит. Наш родненький. Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке. Их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс. Евгений и Александр попадают в прошлое, в тот самый день, 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости. Но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь. Проблема в том, что вы влюблены. И когда этот туман рассеется, вы поймете, что вы ни хрена друг про друга не знаете. Так мы узнаем. Я вытираюсь твоим полотенцем. Что? Что? В этом году у нас прямо много комедий. И во всех, если не Бурунов, так Трескунов. Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленный на Russian U, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента. Красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей как будто только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться. Значит, война. Она и мне обещала свидание. А потом забрала свое обещание. Она у всех все забрала. Надпись на постере гласит «Russian U, лето наступит 4 марта в кино». Маркетологи, а? Вот пройдохи знают, на что надавить. Лето так как хочется, а? А еще хочется на острова. Комедия «Гуляй, Вася. Свидание на Бали». Это продолжение комедии 2016 года про Пашу. В этот раз ему опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. А Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения. «Райя и последний дракон» — новый анимационный проект Дисней, действие которого развивается в псевдоазиатском фэнтези-мире. Студия обещает захватывающие приключения с драками, экшн-сценами и очаровательным водяным драконом по имени Сису. Отважной воительнице по имени Райя и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом. Мир стонет. Никому нельзя верить. А может быть, как раз недоверие всему виной? Надо просто сделать первый шаг. Ах, да, есть еще фильм ужасов «Реинкарнация», который в оригинальном переводе звучит как «Все ради Джексона» и боевик «Беги, прячься, бей». Здесь подробнее, но только ради Томаса Джейна. Ну, того, что запомнился любителям Кинга по тьме, а фанатам комиксов как каратель. 17-летняя Зои оказывается в школе, захваченной школьниками-террористами, которые заставляют заложников вести онлайн-трансляцию происходящего. Зои использует свой ум и навыки выживания, чтобы бороться за свою жизнь и жизнь своих одноклассников против группы школьных стрелков, которые все транслируют в прямом эфире. Вопреки принятому протоколу девушка решает дать жесткий отпор террористам и сделать все, чтобы запомнили ее, а не школьных стрелков. И традиционно немного киноновостей. Зак Снайдер вновь взялся за тему зомби и снял для стриминг-сервиса боевик «Армия мертвецов», в котором совместил фильм об ограблении с историей о нашествии живых мертвецов. Ну, получилось, судя по всему, весело, задорно и с большим количеством экшена. Действие армии мертвецов разворачивается в Лас-Вегасе, захваченном живыми мертвецами, которые уничтожили практически все население города. Это подталкивает главного героя Скотта Уорда к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду готовых рискнуть всем наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на Земле в надежде сорвать куш. В фильме снялись Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хироюки Санада и другие. Премьера на стриминг-сервисе 21 мая. Первый весенний. На этом все. Через неделю новые премьеры и новый выпуск большого экрана. I'll be back.